Реальная стоимость вещи это не ее цена в магазине и даже не стоимость материалов и затраченного труда на производстве. Реальная цена это стоимость непосредственного использования вещи. Согласитесь, женщины регулярно тратят огромное состояние на одежду и аксессуары, и вне зависимости от масштабов гардероба носить все равно нечего. Стандартная ситуация, 20% гардероба мы носим, а 80% висят на вешалках и грустят на полках. И вне зависимости от того, какие на то были причины, ситуация говорит нам о том, что мы скорее тратим, а не инвестируем. А инвестировать в себя нужно качественно, даже если речь идет об одежде. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и сегодня мы вместе с вами будем решать достаточно необычные задачи и узнаем, какая из вещей в результате стоит дороже. Уверяю, будет интересно. А пока что подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Итак, первая задача. Перед вами брюки и платье. Оба изделия шикарного качества, а цена на каждую вещь по 100 долларов. Какая из вещей стоит дороже? Ответ, стоят одинаково, неверный. В данном случае дороже стоит платье. Почему? Давайте разбираться. В подавляющем большинстве случаев логика женских покупок такова. Эти брюки такие простые, но что у них особенного? За что тут 100 долларов отдавать? А вот за такое необычное платье я готова заплатить эту цену. Брюки отличного качества, которые прекрасно на вас сидят, и в силу простоты кроя, и отсутствия стразиков, и прочего, априори сочетаются с чем угодно в вашем гардеробе. Вы бы носили один раз в одну-две недели точно, а может и два раза в неделю. Ведь каждый раз с другой рубашкой, футболкой, или пиджаком, кардиганом, или даже корсетом. За год они могли бы вам пригодиться раз 45. Делим 100 долларов на 45 раз использования, и получаем реальную цену этих брюк. 2,22. А теперь платье. Оно очень интересное, в этом бесспорно его преимущество, но также и жирный недостаток. Вы наденете его несколько раз, и оно быстро примелькается. Знакомые и друзья его быстро запомнят. А на очередную вечеринку или встречу в ресторане вам понадобится новый наряд, ведь в этом вас уже все видели. Найти такому платью новое применение не так просто. Разнообразить и переиграть практически невозможно. Чем сложнее дизайн вещи, тем менее универсальной она становится. Кардиган или жакет сверху не наденешь, всю красоту спрячешь. Итог? В лучшем случае вы выгулите его раз 5. Цена платья за год использования составит 20 долларов. Следующая задача, более интересная, сумочка подозрительного качества, в позолоте, с использованием огромных больших жемчужных бусин. Она сделает отличный акцент в образе, цена 30 долларов. И сумочка Gucci. Лаконичная, черная, классическая, 2800. Первую сумочку мы выгулим от силы два раза, потому что при всей ее красоте она очень яркая, запоминающаяся. Более того, в использовании неудобная, а из-за качества исполнения быстро теряет свой привлекательный вид. Вторую сумочку с легкостью можно писать в каждодневный образ. И на работу, и на прогулку, и в театр. Благодаря качеству исполнения и высокому уровню материала сумка и через год будет выглядеть как новая. Считаем в году при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье 252 рабочих дня. Как итог, цена за выход первой сумки 15 долларов, а второй 11 и 11. Удивительно, не правда ли? Хотите, Шакир, у вас еще больше? Готовы? Возможно, вы мечтали о новом смартфоне или поездке на море, и главное, что вас останавливает, нету денег. Если это так, продолжайте смотреть видео дальше. Мы с вами обсуждали цены конкретных единиц, а что, если нам подсчитать количество замороженных денег в вашем гардеробе? Давайте без аксессуаров. Несколько футболок, джинсы, брюки, 4 юбки, платья-балахоны, 10 худи, спортивные штаны, несколько праздничных платьев, 2-3 рубашки. Из всего вашего гардероба возьмите те вещи, которые вы не носите уже несколько лет, которые надевали раз, которые вам не идут или сложно сочетаются с другими вещами в вашем шкафу. Посчитайте, понятное дело, примерно цену за эти вещи. А теперь сложите эту стоимость и умножьте на количество лет, в течение которых вы будете продолжать этот фееричный шоппинг, приумножая странные вещи в своем гардеробе, не успевая за моды, или наоборот, постоянно становясь ее жертвой, покупая неподходящую одежду и огорчаясь в очередной раз расходом и отражением в зеркале. Пусть это будет 5 лет и 1000 долларов. Это цифра из головы, так как я понимаю, что у кого-то гораздо меньше вещей, или цены на вещи ниже, или наоборот. Прибегнув к несложному отчислению, мы можем видеть, что целые 5000 можно сэкономить просто на том, чтобы более осознанно покупать новую одежду. Тут и новый смартфон, и поездка на море. Если вы хотите узнать, как не покупать ненужные вещи, предлагаю вам посмотреть коротенькое видео, в котором я рассказываю о 5 правилах, прибегнув к которым вы точно не потратите свои кровные на какую-нибудь очередную лабуду. Ссылку на видео оставлю в описании. На этом я завершаю свой математический рассказ. Напишите в комментариях, есть ли в вашем гардеробе дорогие по цене за выход вещи, которые не смущали вас стоимостью при покупке, было бы интересно почитать. Я желаю вам прекрасных, удачных и экологичных покупок, хорошего настроения и пока-пока!